Будем так говорить, соусы, но блюдо одно и то же буквально. Так, и дальше написано, интересно у него, по поводу вот этих тоже заблуждений. Но должны утверждаться в истине той, что каждый желающий спасти, должен на протяжении всей жизни раскаяться и вымылить отпущение грехов у Господа нашего Иисуса Христа. И на этом закончим. Думаем, что это наше краткое исповедание веры станет предметом пререканий для тех, кто испытывает удовольствие от клеветы и несправедливых гонений на нас. Но мы полагаемся на Господа нашего Иисуса Христа и уповая на то, что Он не бросит внебрежение деловерующих в Него и не оставит жезла недоброжелателей над жребием праведных. Человекам положено однажды умереть, написано потом суд. Вот, и дальше другие места из Писания. И вот дальше, это все статьи, уже все, все статьи. И после статей написано следующее было, Патриархом Кириллом Лукарисом. Вышеизложенное, пишет он, Вышеизложенное исповедание веры было написано нами, Патриархом Кириллом Лукарисом, сначала по-латински, теперь же мы буквально перевели его с рукописи латинского оригинала на свой родной язык. Ну, имеется на греческий, конечно, да. Здесь мы лишь слегка затронули данную тему. Хотя обстоятельства, быть может, требовали более подробной разработки ее в особом трактате. Мы решили отложить это на будущее. Ну, к сожалению, Патриарх Кирилл не смог осуществить это желание свое, потому что это написано было им в 1631 году, а в 1338 его уже казнили по приказу султана Турецкого. Вчера я об этом рассказывал. Кто не смотрел, те посмотрите предыдущие видео, вчерашний эфир, который сохранился автоматически на Ютубе, на моем канале. Так вот, дальше он пишет. С Божьей помощью, да, попробую помочь и могу. Да, пишите в скайпе мне, значит, или же, значит, там, ну да, или на e-mail лучше. Так, сейчас я дочитаю, внимание, сейчас, братья, подождите. Значит, так, 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 так. На будущее. А, вот. С Божьей помощью мы в скором времени позаботимся о том, чтобы все признали, что наша вера есть истина та, именно та, которую нам завещал Господь наш Иисус Христос. Проповедовали апостолы, и который учит православная церковь. Принимая во внимание, что некоторые верующие хотели бы знать наше мнение по поводу отдельных положений, прося изложить нашу точку зрения на эти вопросы, мы, как видите, прибавляем к вышесказанным следующее. Ответы на вопросы, будем так говорить, да. Вопрос первый. Следует ли вообще всем христианам читать Библию? Ну, Священное Писание. Даже сейчас, уже в 21-м столетии, в наш век, когда космические корабли уже, да, бороздят просторы Вселенной, до сих пор вопросы такие ставятся. А что уж говорить про начало 17-го столетия? Ну, ладно. Читаем. Ответ. Патриарха Кирилла Лукависа. Все верующие христиане должны знать, пишет он, если и не все Священные Писания, то во всяком случае наиболее существенные из Него. Они должны верить в Него, исповедовать и проповедовать Его. Видите? Это очень важно. Знаете, даже в католической церкви, допустим, только уже на Втором Ватиканском Соборе, вот, уже после Второй Мировой Войны, в 60-е годы только, об апостольстве мирян было признано, вот, то, о чем пишет Патриарх Кирилл. Вот так вот. Должны принимать, верить и проповедовать все абсолютно христиане. Слава Богу. А этому нельзя научиться, ни из какого иного источника, пишет Патриарх Кирилл, да, кроме как из самого Священного Писания, если будем читать его или же только слушать толкование его верующими людьми. Никому ведь из христиан не запрещено слушать Священное Писание, а значит, никому нельзя воспрепятствовать в чтении его, ибо близко к ним слово в устах их и в сердцах их. Поэтому, пишет он, явно несправедливостью в отношении верующего христианина, какому бы сану или сословию он не принадлежал, было бы лишение его возможности слушать или читать Священное Писание, а также препятствовать ему в этом. Ведь это было бы то же самое, как если бы алчущую душу лишили пищи духовной или воспрепятствовали дотянуться до нее и отведать ее. Очень красивые сравнения в конце, да? Вопрос второй. Баптист по духу. Да, конечно. Баптизу. Баптизу это... Что Баптизу? Кстати, отдельно надо будет сделать запись именно по поводу Баптизу. Это погружение в него, в Бога погружение. Вопрос второй. Ясно ли и доступно изложено Священное Писание для понимания читателями-христианами? Ответ. Патриарх и Кирилл ответ. Не подлежит сомнению, что в Священном Писании можно обнаружить много так называемых темных мест. Это относится как к отдельным словам, так и к оборотам речи. Однако, содержащиеся в нем основы вероучения ясны и понятны для возрожденных и просвещенных Святым Духом. Из этого не следует, что, хотя читатель нередко может сталкиваться с определенными трудностями, все же, просвещенный Святым Духом, опирающийся на само Писание, он не только придет к верному заключению, но и даст единственное приемлемое толкование, группируя соответственно обороты речи и отдельные слова согласные их внутренней связи и сопоставляя их между собой внутри каждой из групп. Ибо Писание есть светильник и свет, просвещающий мысль верующих и прогоняющий, просвещающий тьму. Вопрос третий. Какие книги, по вашему мнению, достойно называться Священным Писанием? Ответ Патриарха Кирилла. Священным Писанием мы называем все канонические книги, полученные и хранимые нами в качестве путеводной нити к нашей вере и к нашему спасению. Это объясняется главным образом тем, что они сообщают нам богодохновенное учение, достаточное как для наставления, так и для просвещения и совершенствования находящихся на пути к вере. Число канонических книг, в которые мы верим, определено Ладикийским Собором и признается до настоящего времени Соборной и Православной Церковью Христовой, просвещенной Святым Духом. Апокрифическими же мы называем книги, не получившими такого авторитета и одобрения от Святого Духа, как те, которые мы в полном смысле этого слова и без всяких сомнений считаем каноническими. К последним мы относим пятикнижие, а географы, пророки, предназначенные Ладикийским Собором для чтения. Таким образом, Ветхий Завет состоит из 39 книг. К Сокровищнице Нового Завета мы причисляем 27 книг, 4 Евангелия, Деяния и Послания Святых Апостола Павла, Соборное Послание и дальше. Эти книги мы называем каноническими и признаем их Священным Писанием. Вопрос четвертый. Об иконах. Что мы должны думать об иконах? Ответ Патриарха Кирилла. Для православного Патриарха это очень важный ответ. То, пишет он, чему учит нас Божественное Священное Писание. В нем ведь ясно говорится, не делая себе кумира и никакого изображения, того, что на небе вверху и что во земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им. Ибо мы должны служить не творению, но одному только Творцу, и Создателю неба и земли, и только Его одного почитать. Из этого не следует, чтобы мы отвергали такое славное и благородное искусство, как живопись. Более того, мы считаем, что любой желающий имеет право иметь изображение как Христа, так и святых, однако нам ненавистно поклонение им и их почитание, как действие, запрещенное Святым Духом в Священном Писании, чтобы мы незаметно для себя не стали почитать вместо Творца и Создателя краски, мастерства художника и Его творения. Того, кто думает об этом иначе, мы считаем несчастным, ибо мысли его окутаны густейшим раком, а сердце его окаменело. И, разумеется, лучше повиноваться заповеди Божьей, чем внимать суисловию людскому. И дальше завершает патриарх Кирилл такими словами. «Мы заявляем об этом в страхе Господнем и по чистой совести, хотя и сознаем, что для того, чтобы выдержать бурю, разразившуюся в связи с данным вопросом, потребовались бы силы, намного превосходящие наши». И этими словами мы заканчиваем отвечать на вопросы, свои ответы, прилагаем всему исповеданию веры. «Господобит нас всех, Господь, разобраться во всем основательной и с чистой совестью». И подпись «Совершено в Константинополе месяца января 1631 года. Кирилл, патриарх Константинопольский». Вот так вот, дамы и господа. Да, значит, и, кстати, вот я пока читал, здесь я вижу много вопросов уже пришло. Да, значит, и я постараюсь хотя бы вкратце, но надо ответить, наверное, на вопросы. Вопросов много я вижу здесь. Или, а, или переписка уже здесь уже. Друг с другом, если братья, да, переписываются. Так, из тех вопросов, которые здесь уже прозвучали уже. Так, я многим православным про вас говорил, но не хотят они слушать тебя, тетя моя православная, ни в какую. Ну да, меня часто многие традиционные православные считают еретиком, отступником на самом деле. Многие мои братья, сестры, они, к сожалению, да, вот таким меня и именуют. Увы, но я сам прекрасно их понимаю, потому что я их не осуждаю, потому что я сам так мыслил насчет понимателей. Я бы сам так считал бы какое-то время тому назад. До 96-го года я сам был священником не реформаторской, не обновленческой православной церкви, а обыкновенной традиционной русской православной церкви Московского приорхата. 30 лет назад начал свое служение там, значит, и вот в 96-м году вышел из традиционного православия Московского приорхата. И вот с того времени являюсь православным евангелистом, миссионером, реформатором. Вот, и, конечно, да, ну чё ж, Бог да откроет. Вот, пишет еще брат Николай, вы слышали о Девятьярове, христианский блогер, говорит, хорошо, сильно, но странно, тему поднял, плоская земля, что происходит. Не знаю, не слышал, честно говоря, фамилия такая, незнакома мне даже вообще. Вы же баптист по духу, ну да, значит, баптист, да, баптист в смысле, слово баптизо, погружение, да, значит, это, да, я баптист, в смысле, погружающийся в Отца, Сына и Святого Духа, пропитывающимся им по вере во Христа. Да, ответьте, пожалуйста, почему превозносите шаббаты, еврейство по плоти, размножение и брак по плоти, причащение и крещение, как плотские ритуалы, что являются тенью будущего и прообразом во Христе. Честно говоря, очень странные вопросы, честно говоря. Превозносить шаббаты, еврейство по плоти, размножение и брак по плоти. Вы, наверное, что-то перепутали, брат или сестра, я не знаю. Вот здесь Тронер 777. Подписан человек не своим каким-то именем странным таким. И вопросы более чем странные, честно говоря, даже. Так, ответьте, пожалуйста, почему превозносите... А, и опять повторяется, а, это повторение того же самого вопроса, получается. Значит, если вас дезинформировали, то, значит, брат или сестра, я не знаю, кто, значит, под этим, скрывается под этим названием Тронер 777. Значит, дорогой или дорогая Тронер 777. Значит, явно здесь какое-то заблуждение, потому что никогда я не превозносил шаббаты, значит, там, значит, еврейство по плоти, размножение и брак по плоти. Знаете, как понять? Вообще не могу понять, что... Сама формулировка очень странная какая-то у вас, размножение и брак по плоти. Ну, я вообще человек женатый, я не монах. Я епископ церкви православный, но я не монах. И у меня шестеро детей, и я в этом не вижу ничего плохого. Наоборот, это хорошо. И написано же в Библии, что епископ должен быть мужем одной жены, детей имеющих. То есть, все это... Я не вижу в этом, как бы, ничего плохого. Так, значит, почему превозносите то, что имеет сугубо плотское значение? Запутывайте христиан меньше. Не, вы явно меня с кем-то путаете. Тронер 777. Действительно служили в Солнечногорске, пишет Николай, вопрос. Да, в Солнечногорск, служил я в Солнечногорске, в храме святого Николая. Это если с Москвы, то как раз на въезде в город Солнечногорск, значит, такой красивый... Если вы въезжаете с Москвы по Ленинградке, едете, заезжаете в Солнечногорск, то с правой стороны вывеска выстрел, курсы выстрел, а с левой стороны от вас будет этот храм, как тортик такой, красивый такой, знаете ли, вот с этими, как будто бы кремовый торт, с куполами такими красивыми. Вот в этом Никольском храме я служил. Там тогда священником был настоятелем, тогда был, значит, отец Иоанн Паташинский. Но уже покойный, уже ушел вечно служить человеку уже. Да, значит, долго еще в Киеве будете, можно ли вам на служение? А об этом, о служении я говорил рядом. Извиняюсь, рядом говорю, я сразу же читаю надписи. Значит, о служении я говорил в самом начале этого видео. Служения проходят здесь регулярно, каждое воскресенье. Я стараюсь участвовать во всех этих служениях по возможности. Это станция Метрокловская, улица Леонида Первомайского, 6. Это предприятие УТОС, Общество Слепых, с 9 утра до 12 часов. Каждое воскресенье наше арендное время. Поэтому приезжайте на служение, буду рад вас видеть. В это воскресенье у нас будут гости. У нас будет епископ Кифа со Львова и еще будут гости. Очень неожиданные. Приезжать не пожалеете. Так, просто живу рядом в Крюково. А, Крюково, да, конечно, знаю. Значит, Зеленоград. Это, значит, это уже... Кстати, он уже является частью Москвы, по-моему, если не ошибаюсь даже уже. Да, Крюково. Хорошо, друзья. Благоставляю всех вас, дорогие возлюбленные братья и сестры. Значит, чем могу сейчас завершить я, дорогие друзья? Чем могу завершить? Благоставляю всех вас во имя Господне. Вот, независимо от того, какой мы там конфессии, динаминации, юрисдикции, очень важно, чтобы действительно любовь нашего Господа Иисуса Христа, она нас объединяла. Потому что, как вот говорил один из великих мужей прошлого, Божий генерал, может, как вот сейчас такое выражение есть интересное, часто встречаю я его. Значит, говорил в пятом столетии еще, в Блажен Агустин, я имею в виду, в главном у нас должно быть единство, во второстепенном свобода, разнообразие, а во всем любовь. Вот, и, значит, и вот это есть самое основное. И еще хочу вспомнить слова, значит, свидетеля Киприана Карфагенского, который говорил, что церковь должна непрестанно реформироваться. И вот в год реформации, в год юбилея, 503-й реформации, действительно, хочу об этом как раз вот и говорить. Да, слава Богу. Опять вопрос от Tronner777. Это агент 0777, наверное. А, он пишет, я христианин. То есть, это мужчина, я понял. Это не сестра, это мужчина. И хочу обратить внимание на суть вопроса, который не услышал ответа. Какие именно значения в браке человек или нет? И сколько у него детей? Ответьте, пожалуйста, по сути. Не понял вас тоже, честно говоря. Вот Богдан согласен с вами. Пишет какой-то бред. Значит, если вы не женатый, то я вас не осуждаю. Абсолютно. Вы, может, не так поняли меня. Я не превозношусь над вами. Я человек женатый, значит, но я не осуждаю тех, кто не женат. Абсолютно не осуждаю. И если у вас нет детей, это не значит, что, ну, не знаю, Бог вас не любит, допустим, там, или что-то еще. Нет, абсолютно не значит. Вот, Бог любит всех нас. И даже если у вас нет детей, или вы не способны, например, иметь детей, то, знаете ли, не расстраивайтесь, молитесь и рожайте детей через веру в Иисуса Христа. Проповедуйте Слово Божье, и Господь, да, совершит чудеса вашей жизни. Аминь. Вот, слава Богу. Да. Хорошо. Благоставляю вас. Да. Да. Благоставляю именем Господнем. Да благоставит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя. и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Благоставляю всех вас. Во имя Господне, дорогие друзья, братья и сестры. Спасибо огромное всем, кто был в сети сейчас. И благоставляю всех, кто будет смотреть это видео потом в записи уже. Вот, напоминаю, что служение наше проходит здесь, в Киеве, на Кловской, 1-го майского 6, каждое воскресенье с 9 утра. Вот, и телефон, номер телефона, который вы можете воспользоваться как карточкой, значит, положить деньги, можете участвовать финансово в служении моем Господу здесь, в Украине. Это 096-96-2-66-75. Напоминаю еще раз, 096-96-2-66-75. Ну и все, дорогие друзья, пусть Бог благоставит вас во имя Господне, во имя Иисуса Христа. Люблю всех, обнимаю, благоставляю во имя Господне. Вот, и ценю очень ваше, вот, тоже расположение, и молитву вашу, и поддержку всяческую, и финансовую, и материальную, и духовную, молитвенную, моральную поддержку. Спасибо огромное. Пусть Бог благословит вас всех, и до встречи и на земле, и в небесах, ну и в эфирах тоже. Слава Богу, пусть Бог благословит вас. Слава Иисусу Христу. Аллилуйя.